Всем привет с вами Дезертир и сегодня пойдет речь сразу о двух играх это SkyForce и Apocalypse Miao. Они кстати от разных разработчиков. SkyForce от Infinity Dreams, Apocalypse Miao от Split Cell. Обе они доступны абсолютно бесплатно в App Store. Давайте посмотрим сначала на SkyForce. Те кто в детстве имел приставку Sega Mega Drive 2, как она именно называлась у нас в России, и играл в игру Fire Shark, те поймут механику и геймплей этих двух игр. Почему я сразу говорю двух, потому что вторая она по сути одно и то же что и SkyForce. Тут ты летаешь самолетиком и уничтожаешь различных врагов. Причем если SkyForce здесь выполнен ландшафт, земля, океан, вода и прочее прочее, то во второй игре, Apocalypse Miao, там только космос и там нету такого красивого ландшафта как в первой игре. Механика и геймплей этой игры сводится к тому, что ты управляешь самолетом пальцем, то есть тапнул на экран и вводишь им, соответственно управляя самолетом и туда, куда отправился твой палец, именно туда и полетит самолет. Если отпускаешь палец, то ты можешь замедлить игру. Для чего это нужно? Для того, чтобы ты мог выбрать любой пауэрап, который тебе доступен. Но есть три варианта. Это мегабомба, лазер и щит. В данный момент вы видите геймплей, когда у меня уже достаточно сильно прокачал самолет, но меня все равно убил полубосс корабль. Начнете вы, конечно, за совсем трещеревайский самолет, и это вы в дальнейшем увидите. Доступны в игре различные апгрейды. Вы можете улучшать как основные пушки, так и боковые, и защиту, и лазер, и пауэрапы. Все это улучшается. Естественно, за звезды, которые вы можете собирать во время миссий. И теперь переходим ко второй игре. Апокалипс Мяу. Здесь сюжет на самом деле очень интересный. Чем он меня захватил, так это тем, что коты взбунтовались вместе с остальными, наверное, киберсобаками, можно их так назвать, и уничтожили планету, то бишь нашу планету Земля. И обычные кошки и собаки объединились для того, чтобы спасти оставшихся выживших людей, которые, кстати, просто в скафандрах летают здесь в космосе. И вот эти вот атромпоморфные существа, те, кто был в субкультуре Фурии, или кто слышал о них, тот поймет, о чем речь. Они спасают людей. Причем люди здесь самые разные бывают. Ну, то есть, я имею в виду, когда ты подлетаешь к человеку, пишется, с какой он страны, его имя. То есть, на самом деле, прикольно сделано. Ну, вы видите, по механике и по геймплею это одна и та же игра. Разработчики разные, а столько много сходств. Здесь же тоже у меня уже достаточно, ну, я не скажу, что хорошо, но прилично прокачан самолет, и поэтому вот все так легко. Вот мы полетаем к первому человечку и спасаем его. Главное отличие первой вот этой игры в том, что здесь надо человека высаживать на спасательный корабль. То есть, в первую ты их собираешь, а просто до этой же конца уровня. Если они уничтожили, то ты спас людей. А здесь ты их должен передавать в спасательный корабль, для того, чтобы их отправили, ну, будем говорить, что с боевой этой точки, боевой зоны, в более тихое место. Все осталось то же самое. Также есть мигающие вражеские корабли, выбив которые, ты получаешь небольшой пауэрап к скорости выстрела от твоего самолета. Самое главное, уворачиваться от вражеских снарядов, иначе ты очень быстро можешь умереть. Как вы видите, здесь нету и абсолютно никакого ландшафта, тупо космос и всякие астероиды, за уничтожение которых, кстати, тоже дают награду, потому что это обязательное условие для полного прохождения миссии. То есть здесь, как и в первом игре Sky Force, здесь тоже можно каждый уровень проходить по многу раз, для того, чтобы собирать большое количество очков, и апгрейдить на эти денюжки, или, как их здесь называют, минералы, свой самолет. Вот пес сообщает, что спасательный корабль на подходе, и нам сейчас надо будет с ним состыковаться, для того, чтобы передать спасенных нами людей. Но я не успел до него долететь, и меня взорвали. Как вы видите, здесь апгрейды абсолютно те же. Мы можем улучшать основные пушки, боковые пушки, ракеты, и, естественно, магнит, который здесь, кстати, жизненно необходим. Поэтому мой вам совет, сразу улучшайте магнит, чтобы не приходилось каждый минеральчик, или каждую звезду собирать в отдельности. Ну и, соответственно, такой магазин, где за дополнительные бабки вы можете покупать дополнительные улучшения для игры, чтобы было проще пройти. Например, в Sky Force я купил улучшение, которое позволяло мне собирать вдвое больше монет. И теперь приходим к совсем неожиданной игре. Это Sky Force на PC. Да, абсолютно недавно, в 2015 году, вышла эта игра на ПК. И, как вы видите, графика здесь, конечно, совсем другая. Мне кажется, ни одно iOS-устройство не может передать такую графику, какой разработчики замутили здесь. Соответственно, здесь вы сейчас увидите начало. Нам дают поиграть, я так понимаю, за главного героя, который потерпел поражение. Поэтому сейчас мы играем за такой достаточно сильно прокачанный корабль, у которого апгрейды выполнены практически на всю. И у него, соответственно, есть магнит. То есть нам показывают тот геймплей, который у нас будет в дальнейшем, когда ты будешь прокачивать уже, собственно, свой корабль. Что порадовало в этой игре, здесь вы можете играть как на геймпаде, так и на клавиатуре с мышкой, которую, кстати, надо включить в настройках, иначе ты не можешь играть мышкой, а только стрелочками на клавиатуре. Это дико неудодно. Вот появляется главный враг этой игры, генерал Мантис, который я сначала прочитал как генерал Део Матис. Учитывая то, что здесь находится ландшафт, такое как островки, статуи и так далее, со всего этого можно выбивать дополнительные бонусы в виде ящиков, но это, кстати, не бонусы, это как раз те места, где вы можете что-то выбить. И вот, соответственно, неизбежный конец нас спасти, генерал Матис нас уничтожит. Что бы хотелось давать лично от себя, так это отличные убивалки времени, когда ты едешь в метро или находишься в пробке, то это отличные игры для того, чтобы зайти и, убив время, убить несколько вражин. Ну а с вами был Дезертир, подписывайтесь на мой твиттер, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм, следите, в общем, за всем, что происходит вокруг мира технологий. Удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...